здравствуйте мои дорогие сегодня будем читать библии сегодня выбрала атмафея атмафея у нас будет сегодня 11 глава и тема наша будет как восхищение царствием небесного и я вот значит всегда размышляла над этим словом и я просто хочу сейчас с вами поделиться своими откровениями об этом слове и вы тоже пожалуйста пишите и ну поделитесь тоже с вами откровения от господа давайте я прочитаю значит вы можете прочитать всю главу сами но в 11 главе я хотела бы просто уделить внимание на 12 стих от дней же иоанна крестителя до ныне царство небесное берется силой берется и употребляющие усилия восхищают его дальше вот ибо все пророки и закон прорекли до иоанна и если хотите принять он же есть или и которым должно прийти ибо кто кто имеет уши слышит и слышит смотрите а давайте опять почитаем от дней же иоанна крестителя до ныне царство небесное берется силой берется и употребляющие усилия о восхищает его интересно смотрите как бы вроде бы могу значит а как бы для меня библия она никогда не противоречит слова не противоречит себе слово божие но всегда дополняет одно другого и объяснять одно другое если в одном месте где-то непонятно и то в другое место объясняют смотрите тут написано царство небесное силою берется до сила значит какую-то усилие надо прилагать да и для того что написано что и употребляющие усилия восхищают его и восхищать его царство и мы знаем что в римлянах и галатах также написано что мы не делами а верою получаем праведность от господа а здесь как бы немножко противоречий да но противоречий быть не может да мы берем все веры мы что веры мы являемся веры мы становимся праведными но вы знаете вера это тоже а как получить веру понимаете как жить в вере жить в вере и и и ходить и завоевывать царство небесного за собой царство надо должно быть охраняемое и должно быть защищаемое и так мы должны тоже идти на войну защитить знаете смотрите опять давайте читаем царство небесное силой уберется силой значит мы должны употребить силу то есть не закон нет не посадить себя какой-то закон да мы узаконили чтоб тебе готов делать я и отдал давай тоже поводу более можно только веру но есть говорится о силе которому употребляю потребляющие восхищают его смотрите как мы можем употреблять силу И откуда мы силу это черпаем? Смотрите, для меня это слово абсолютно, я читаю, и мне оно понятно. Мне оно понятно, потому что я каждый день употребляю силу. Я каждый день, какую силу я употребляю? Вы знаете, именно сила, сила находится где? Сила находится в внутреннем человеке нашем. Как говорят, знаете, в миру говорят, сила воли, да? Да, конечно, у нас есть воля, Господь нам подарил волю, свободную волю. Мы имеем свободу воли избирать, избирать. Нам верить или избирать нам не верить. Избирать нам, ходить по Слову Божьему или не избирать. Знаете, избирать нам надо это избрать. Посмотрите, написано, что обновитесь духом, обновитесь умом, духом ваш, обновите, чем духом своим святым внутри. То есть это тоже сила, нам нужна сила. Сила находится в нашем решении. Я должна, несмотря ни на что, не на то, что моя душа хочет, или мое состояние, или мои эмоции хочет, я должна избрать, я должна взять силу, взять эту силу и как бы сделать то, что говорит Господь. Несмотря на то, что мы желаем, в этом и есть употребление силы. Употребление силы также, когда мы действительно идем, читаем, когда мы читаем эфесянам, в эфесянам мы читаем о оружии наше не против плоти и крови, а против силы поднебесной, против правителей написано, против тьмы, правителей тьмы и силы поднебесной, и воинств. И это и есть тоже война, мы идем на войну. И когда мы принимаем, мы употребляем это усилие, мы употребляем, смотрите, написано, что употребляющее усилие, значит, силу. То есть иногда сила, она идет очень агрессивная, то есть агрессию надо употреблять. Агрессия именно праведная, вот именно сила и агрессия, чтобы удержаться в Царстве Божьем, сохранить внутри Царства Божьего, это тоже большая, огромная сила. Сила в избрании, знаете, сила именно в избрании, сила не то, что там вы их как-то заставляете, там, тебя же там, знаете, там, ну, знаете, какие-то законы, люди какие-то законы сделали, вот, значит, с этими законами они хотят угодить. Даже вот в современном сейчас, в современных церквях я вижу очень много какой-то религии наносной, какой-то наделано человеческой, там, например, ходит, надо ходить в длинных юбках, там, нельзя одевать какие-то, бижутерию нельзя, там, нельзя там пользоваться косметикой, надо на голову всегда одевать, там, косынки, значит, тем они угождают. Вот это вот все, мишура наносная, в этом нет спасения. Спасение, если именно в том, что мы верою угождаем Господа, мы веруем в Слово Его и живем в этом, и мы употребляем усилия, даже у веры тоже есть усилия. Знаете, вот когда много раз я замечала, что, например, даже если вот когда, помните, когда я вам говорила пару дней назад, когда мы приехали из долгого путешествия, у меня очень сильно болела голова, и вы знаете, у меня мое желание, у меня всегда, ой, болит голова, вот там у меня болит, ой, как, пожалейте меня, да? Но мне надо было взять усилия, я сказала, несмотря на то, что у меня болит голова, я просто буду молиться и призывать, значит, Духа Святого и призывать кровь Иисуса Христа и просто молиться и встать. Им надо было через эту силу, через эту голодную боль взять, принять, сделать усилие, да, и избрать, не жить по тому, как я чувствую во имя, а именно избрать, именно избрать, принять усилие и начать молиться языками, славить Господа, благодарить и просто кровью Иисуса Христа просто омыть и исторнуть из себя эту боль и все, что причинит эту боль. И, конечно же, как результат, как результат, все проявилось, так же, как, например, усилие, усилие во всем, значит, просить, да, просить это тоже усилие, просить, например, люди не хотят просить, люди не хотят, там, по гордости своей просить, стучать, стучите и отворят нам. Вот, смотрите, вдова была. Вдова у нас в Новом Завете Иисус Христос о ней напоминал, что приходила она к неправедному судье и неправедному судье не хотела разрешать ее вопросы, она все время ходила. А это что было? Усилие. Она вставала, несмотря на то, что он говорил, она шла и опять просила. Вот это есть усилие берется, усилие, кто принимает, употребляет это усилие, тот и восхищает Царствие Небесное. Да, Царствие Небесное, это что? Царствие Божие внутри нас, Царствие Божие и Царствие Небесное, да, два разных как бы ипостаси самого Бога, самого нашего бытия в Боге. Значит, Царствие Небесное, да, что такое Царствие Небесное? Это все, это воинство, это Бог сам, это слава Его, это присутствие, это все. что Царство Божие – это именно Дух Святой в нас вошел, где Царство Божие, не питье, не пища, а это мир, праведность и радость в Духе Святом внутри нас. И вот мы это усилие тоже сказать, сколько раз мне было такое состояние, что мне хочется просто, знаете, высказаться, вспылить или что-то, ну эмоции, все время мы же говорим, а я вот, знаете, у нас есть такой выбор и такой, и, конечно, надо выбрать, принять усилие, предложить усилие и сказать, а я сейчас разрешу Духу Святому, я попрошу Духу Святому быть, мне быть ведомой Духом Святым, то есть мир, праведность и радость в Духе Святом из меня будет выходить в этой ситуации. И, конечно, мир, праведность и радость покроют все, мир, праведность и радость в Духе Святом внутри нас и Царство Божие, оно будет за нас все делать. Но я должна принять усилие, да, употребить это усилие и вот Царствие Небесное восхитить. Вот это есть сильнейшее для нас слово, и давайте еще раз, еще раз почитаем именно Слово Божие, и вот я просто опять же хотела бы сказать, что для меня оно значит, одни же Иоанна Крестителя до ныне, то есть смотрите, одни же Иоанна Крестителя, когда Иоанн Креститель стал говорить, что выровняйте путь, Царство Божие приблизилось к вам. Он всегда говорил, Царство Небесное, Царство Божие приблизилось к вам. Вы очиститесь, очиститесь, говорил он, да. То есть Иоанн Креститель пришел очистить, выровнять путь для того, чтобы Мессия пришел, и у нас в сердцах выровненный, выровненный путь, покаянный, покаянный путь пришел, и Иисус Христос сам ушел в нас, да. Вот это есть. От Иоанна Крестителя, когда он стал говорить благую весть, благая весть должна сойти, блага прийти, от Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное берется силы, и употребляющие усилия восхищают его. И вы смотрите, и до ныне, конечно, от покаяния нашего, от нашего покаяния, то есть Иоанна Крестителя это как бы для нас от лицетворение покаяния, крещение покаяния. Мы покаялись перед Господом, чтобы мы не знали Его. Мы приняли Господа, мы ходим к Господе, и мы применяем наши усилия, чтобы Царствие Небесное, оно всегда было в нас, и мы Его восхищаем себе. То есть это наш выбор, наше желание, наш выбор и наши пути, которые мы избираем. И это есть сила. Вот на этом так мне говорит слово Писание. Пожалуйста, поделитесь со мной тоже, если у вас есть другие откровения от Господа. Благодарю вас, славлю Господа за Его Слово, за Его откровения, за чудесные, с которыми мы можем жить и радоваться, и делиться друг с другом. Спасибо. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Будьте благословенны. Аминь. 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 Продолжение следует...